Привет, друзья! Канал «Страна для жизни» и наша рубрика «Что происходит?» И сегодня будем выяснять, что происходит с тем, что актуально для нас, для белорусов. Например, насколько важно уже сейчас готовить реформы на будущее, а не откладывать все в долгий ящик. Ай, потом реформировать будем. Когда режим падет. Потом поздно будет. Что там с Конституцией, которую все пишут и пишут и никак не допишут. Координационный совет. Что с ним происходит и в каком состоянии этот вялый орган сейчас. Легитимность. Нужна ли она главарю режима и когда она закончится у демократических лидеров? Что с этим всем происходит и как происходящее оценивает Анатолий Лебедько. Узнаете из этого видео. Да, как всегда, прошу вас быть щедрыми на комментарии. Как на позитивные, так и на критические. Как говорил основатель канала «Только вместе мы построим страну для жизни». Его супруга, основателя канала, недавно на вопрос «Что делать белорусам в Беларуси», когда страшно голову поднять, посоветовала учиться узнавать все больше, заниматься саморазвитием. Вот этим всем и займемся. Познавательного вам просмотра. Анатолий, для начала расскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас процесс написания, создания новой конституции для новой Беларуси. Помнится, ответственность за этот процесс вы сами на себя водрузили. Да, я принимаю ваш вопрос в части ответственности. Кто-то все-таки должен за что-то отвечать. Но при этом подчеркиваю, что интерес к этому должен быть тотальный, максимально тотальный, потому как сейчас есть запрос не только на вопрос, когда уйдет белорусский режим, когда он станет прошлым, когда мы в него будем входить только с экскурсоводами, но и есть запросы от людей, а что дальше? Вот какая визия новой Беларуси? Что это за новая Беларусь? Что это за страна? Почему она будет более комфортна, чем то, что есть? Почему мы за нее должны биться, драться? Почему мы должны к ней стремиться? Этот вопрос имеет историю. Он появился до 2020 года, как возможная рефлексия на то, что будет в 2020 году. И вначале планы наши были очень такие скромные. Напишем что-то как изменение к тому, что есть, потому что, скорее всего, режим будет эксплуатировать тему конституционной реформы после зачистки 2020 года. Это был правильный прогноз. Но когда мы увидели, сколько людей в 2020 году вышло на улицу, мы поняли, что людям не нужна косметика. Люди хотят капитальный евроремонт. Вот это запрос не какой-то группы, не какой-то политической партии, не какой-то конкретной персонали. Это запрос сотен тысяч людей, которые вышли на улицу, и миллионов, которые их поддерживали. Поэтому я понимаю масштаб запроса и вопрос ответственности. Но мы сделали многое и делаем все, что можно. Сегодня мы переживаем то, что мы называем четвертое чтение проекта Конституции Новой Беларуси. То есть документ готов. Мы даже уже получили фидбэк, рефлексию от Венецианской комиссии. Для наших слушателей, возможно, кто-то не в курсе. Вот это есть такая структура, которая ставит либо знак качества на правовые документы, либо она говорит выбрасывать это в утиль. Так вот, они дали заключение на политическую систему из проекта Конституции Новой Беларуси. И мы сейчас добиваемся, чтобы они в целом рассмотрели наш проект, разобрали его по косточкам, сказали, опираясь на успешную мировую практику, где это хорошо сработает, но чтобы мы имели не только свой собственный опыт, свои некие ощущения, но и опыт успешных демократий там, где действительно люди живут себя и чувствуют комфортно. Поэтому четвертое чтение сейчас переживаем. Подчеркиваю, на сайте Конституция Онлайн, которая заблокирована в Беларуси, чтобы для меня было абсолютной неожиданностью, как будто это какой-то хромольный документ, как будто это какое-то предписание, как захватывать власти в Беларуси. А это всего лишь граждане, посмотрите, вот откройте то, что предлагает белорусский режим и то, что может быть в действительности. Но этот документ есть, к нему есть доступ, к нему можно и сегодня писать замечания, предложения. Но сегодня что мы делаем, это вот организовываем дискуссии, к примеру, надо ли в проекте Конституции Новой Беларуси закреплять европейский выбор, европейскую перспективу. Мое личное убеждение, да, это надо. Но будем обсуждать. Давайте уточним. Когда вы говорите, мы пишем проект новой Конституции, мы собрались еще до 2020 года, чтобы редактировать старую Конституцию. Кто эти мы тогда, до 2020, и кто эти мы сейчас? Хороший вопрос. Мне также спрашивают оппоненты, их немного, но они есть. Они говорят, Лебедчик, а что ты себе там вообразил? Взял и пишешь тут нам какую-то Конституцию. Но это не моя личная персональная инициатива. Я подчеркиваю, что это был 2019 год. Март собрались люди с активной политической позиции. Это были лидеры политических партий, это были депутаты последнего легитимного парламента страны Верховного Совета 13-го созыва, были коллеги из первого альтернативного парламента Верховного Совета 12-го созыва, были эксперты. И вот это была дискуссия. Это было в Минске в одном из отелей. И по итогам этой дискуссии появилось предложение создать Общественную Конституционную Комиссию. И было еще обращение к людям, гражданам. Присоединяйтесь, мы считаем, что это важно. Возглавил Общественную Конституционную Комиссию человек, чья подпись стоит под Конституцией 1994 года, Мечислав Гриб, а я и Михаил Пастухов, бывший член Конституционного Суда, были утверждены заместителем. Вот оттуда мы стартовали. Вот это то сообщество, которое взяло на себя вот эту задачу, миссию. А уже в 2020 году Светлана Тихановская, как национальный лидер, как элег-президент, она усилила нашу работу своей легитимностью. Поэтому с точки зрения, вот есть ли у нас какие-то права на эту работу, на эту деятельность, я считаю, что с учетом перечисленных и депутатов, настоящих парламентов и лидеров политических партий, и ряда общественных организаций, экспертного сообщества, и легитимного лидера Светланы Тихановской у нас, с правовой точки зрения, есть все основания дальше заниматься этой работой. Причем мы к ней, к этой работе привлекли еще более 40 ведущих конституционалистов Европы. Но они не писали там текст за нас, но они делали свое правовое заключение на то, что было подготовлено. И говорили, где хорошо, на их взгляд, где плохо. То есть это уже и работа с привлечением международных экспертов. Анатолий, когда вы говорили, вот тогда лидеры партии собрались, чтобы начать работу над Конституцией, у меня к вам сразу возник вопрос. А что с белорусскими партиями сейчас? Кроме того, что в Беларуси они режимом закрыты, уничтожены, задушены. Какое положение дел в партиях за границей? Сколько в них человек состоит? Например, хотя бы в партии ОГП, о которой вы можете знать не понаслышке. Разговоры про партии есть, упоминания есть, а вот понимания масштаба процессов нет. Во всяком случае у меня. Ну что ж, спасибо и за этот вопрос. Он позволяет мне еще раз сказать, что я уже пять лет не партийный функционер. Я просто рядовой член одной из политических структур. Но вот в это время я выступаю как адвокат на волонтерских началах политических партий. И делаю это абсолютно осознанно, целенаправленно. И хочу сказать, что через какое-то время будет переоценка того, что делали партии не год, не два, а 20-30 лет. Я хочу сказать, что из девяти политических партий, которые не без моего участия сейчас консолидировались и работают на одной площадке, так вот из девяти партий шесть лидеров сидят в тюрьме. Это и Николай Козлов из Объединенной гражданской партии, это Микола Статкевич, это Павел Северинец, это тот же Бабарика, который задумал создать партию разом вместе, это Костусев, это Дмитриев. Так что вот это есть тоже определенная оценка, что такое политические партии. Лукашенко провел спецоперацию по ликвидации политических партий, по зачистке партийного пространства. Поэтому в Белоруссии, вот сегодня, когда мы с вами разговариваем, нет оппозиционных политических партий. Там есть одна КПСС с филиалами. Это напоминает немного ситуацию, может быть, даже ближе к ГДР или путинскую Россию, когда есть основная партия и есть ее филиалы, которым позволяют существовать и играть в такой плохой спектакль, что как будто у нас есть плюрализм мнений, есть разные подходы и так далее. Так вот, у нас партий внутри страны нет. Но партии, я уже сказал о площадке девяти политических структур, они есть. И сейчас их деятельность будет гораздо больше заметна за пределами Белоруссии. Я знаю, что целый ряд политических структур сейчас создают инфраструктуру. Это означает, что активисты, которые оказались за пределами страны, а также сочувствующие или сторонники той или иной партии, они объединяются в политические организации. Это есть и в Сокартвелла Грузии, это есть и в Германии, и в Польше, и в Литве. И через какое-то время могут быть и такие картинки. Например, в Молдову, где к белорусскому посольству никто никогда не приходил, могут появиться люди с портретами того же Козлова, Статкевича, того же Бабарика. И клерки белорусского посольства будут писать депеши в МИД, что каравул, смотрите, вот тут появились активисты, и нам не очень от этого комфортно. Поэтому сейчас политические партии меняют формы своей работы, своей деятельности. Они не исчезли, они создают инфраструктуру за пределами страны. Я думаю, они будут использовать все вопросы для коммуникации, возможно, и ваш канал, если они будут интересны для вас, чтобы доходить до людей внутри Беларуси. Раз. Я не буду затрагивать вопрос, что будут делать там активисты, которые остались внутри страны. Это другая, отдельная тема. Я говорю о том, что будет видимой частью айсберга. Но и еще один такой пример. Вот буквально вчера в Страсбурге три представителя от этой девятки партийной, они на каждую сессию приезжают, то есть в парламентской ассамблеи Совета Европы, рассматривают их как легитимных представителей белорусского общества. И они говорят, нам не нужна ваша регистрация, товарищ Лукашенко, товарищ министр в генеральской форме. Это для нас формальность. То есть у них есть международная субъектность. И вот вчера, это уже как результат, о нем можно говорить, политические партии убедили депутатов парламентской ассамблеи Совета Европы, что на зимней сессии надо рассмотреть доклад по Беларуси и принять этот доклад. И дать оценку тому, что готовится. А готовится вот такой клоунский спектакль под названием «Выборы», что якобы там будет некая политическая конкуренция. Я не знаю, в чем эта конкуренция. В том, что Марзалюк больше прольет слез, или Гайду Кейдж вышлет в пространство больше фотографий каких-то. Мне сложно сказать, во что это выльется. Но очень важно, чтобы международные организации уже сейчас очень четко заявили, в том числе и белорусам, что такое выборы, как они должны проходить, и какой спектакль готовится для избирателей. Делегитимизация вот этой кампании – это часть работы политических партий, которой они сегодня занимаются. Я это уже говорю, подчеркиваю, не как функционер, а просто как эксперт и адвокат партии. Недавно посмотрел на вашем YouTube-канале, который называется «Про нас», ролик, в котором вы рассказываете об объединении Демсил, о том, каким оно может быть и каким оно должно быть. И позволю себе небольшую ремарку на тему актуальности вот этой темы объединения. Как мне кажется, исходя из того, что я вижу в соцсетях и в комментариях к видео в YouTube, запрос на объединение Демсил как раз таки уходит из повестки. И чаще есть просьбы в стиле «Объясните необходимое существование тех или иных структур», например, Координационного совета. Но по порядку. Попрошу вас кратко озвучить те пять пунктов объединения, о которых вы уже говорили на своем канале. Раз этот ролик дошел до вас, он говорит о том, что эта тема действительно есть, присутствует и она актуальна. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы ее пытаетесь развить. Я не говорю, что вот та схема, которую я озвучил, она какая-то совершенная. Но мне кажется, надо изначально разобраться, правильно ли мы понимаем, что такое объединение. Потому как большое количество людей понимает объединение. Вот дай им фотокартку, на которой стоят обнявшись Тихановская, Цепкало, Зенон Поздняк, кто там еще. И они скажут, что класс, наконец-то они перестали разводить, по-народному говоря, бульбасрач, а вот обнялись и стоят вместе. Но это ситуативное восприятие того, что вокруг нас. И это не решение проблемы. На самом деле я считаю, что очень важно понять, что объединение – это действие. И объединение – это ответственность. То есть если ты не способен на какие-то дела, действия, которые можно пощупать руками, и не готов нести за это ответственность, то есть получать букет РОС, либо только шипы от РОС, то ничего нет, никакого объединения. Это все наша виртуальная какая-то реальность. Поэтому я вот как раз выстраиваю мое видение вот этой коалиции объединений, исходя из этих понятий – действие дела и ответственность. И тогда все складывается, пазлы складываются. Политическая составляющая – это как раз и есть легитимность Светланы Тихановской. Она сегодня самый мощный, самый сильный голос, который звучит в мире и его слышат. Вот мы с вами разговариваем, Евгений, нас слышит определенное количество людей. Но у нас есть с вами предел. Вот возможности, вот ее голос, его мощность такова, что он перекрывает всех нас. Ну так сложились обстоятельства. И для нас, пардон, и для нас это наша возможность. И вот в эту политическую составляющую я включаю и политические партии, и координационный совет, и кабинет. Это вся уже инфраструктура. Вот это уже ответственность той же Тихановской. И как это все склеить, чтобы это работало вместе. А вот вторая составляющая – это военная. Мы все повторяем, наверное, вот как некую молитву, что решение проблем Белоруссии, и не только Белоруссия, сейчас находится в Украине. Это правда. И это означает, что те белорусы, которые взяли оружие в руках, они пошли защищать себя, свой дом. Это не банальные слова, это действительно так. И они делают то, что никто не может делать. Они с оружием в руках защищают свободу, независимость и будущее Белоруссии. Это военная составляющая. И это означает, что Тихановская не может делать то, что делают Калиновская и другие. И добровольцы не могут сделать то, что делает Тихановская. Ну, не приедут они с автоматами в парламентскую ассамблею Совета Европы или на встречу с Макроном. Ну, так не работает. И часто вот все говорят, да, вот если это объединить, все будет окей. Я считаю, что это незавершенная конструкция. И к этим двум составляющим надо обязательно добавлять информационную. Это независимая, негосударственная пресса, это блогеры. Потому что это тоже часть фронта, это часть передовой. Мы знаем, как воюет Россия, в первую очередь, своими информационными ресурсами огромными. И в головах людей многих каша не потому, что они глупы там, а потому, что вот туда запихивают чуть не физические нарративы, которые исходят там от Соловьевых, от Симоньянов там, и вот такой отрыжки, как в Белоруссии, Озаренке и прочее. Это есть. И поэтому вот здесь должно быть взаимопонимание. И мне кажется, что и сама пресса должна немного изменить понимание своей роли, своей миссии, потому что это война. А в условиях войны, ну, некоторые правила мирного времени уже не работают. Четвертая составляющая – это то, что я называю солидарность, поддержка людей. Это правозащитные организации, это фонды, это какие-то публичные люди, которые могут собрать ресурс, поддержку на тех, кто оказался в сложной ситуации. Без этого тоже невозможно. Потому что человек, если он не видит, что его поддерживают как-то, в том числе и материально, то, конечно, у него теряется мотивация, и он угасает, он выгорает. И пятое заключительное – это то, с чего мы начали, это такой, может быть, тыл вот этого фронта, это визия новой Белоруссии, это проект конституции новой Белоруссии, это реформы, которые надо готовить. Я никогда не соглашусь с теми людьми, которые говорят, что мы это сделаем вот тогда, когда что-то победим. Это будет поздно. Время – это такой же ресурс, важный, как и многие другие, как и деньги. Потому что если вы не делаете все вовремя, то вы просто выпадаете. Иногда человеческую жизнь спасает мгновение, вот что такое время. Иногда и страну спасает. Будет она делать реформы в четыре года там, или у нее есть возможность сделать это за полгода. Так что вот такое видение, я повторил еще раз свое видение объединения, коалиции. Хотелось бы услышать и от ваших зрителей фидбэк, рефлексию на это. Давайте пообсуждаем, давайте поспорим. Мне кажется, что вот это важнее. Если это будет взаимодействовать, то мы точно будем иметь результат, а не фотокарточка под некую конкретную ситуацию, а на завтра каждый напишет свой пост к этой фотографии, и это будет... Не буду повторять, что я уже сказал. Спасибо, Анатолий. Давайте вернемся к Координационному совету. Структура, которая вызывает все больше вопросов. И если поначалу казалось, что Координационный совет это такой орган, в который соберутся разумные, знающие, мотивированные люди, и мы получим свой протопарламент. Сегодня мы видим новости о том, что Координационный совет решил провести голосование на тему того, необходимо ли голосование для переизбрания путем голосования членов Координационного совета. Анатолий, как вы считаете, куда движется этот орган, насколько его наличие необходимо для строительства Новой Белоруссии, насколько он легитимен в глазах белорусов и европейских политиков и институтов? Ох... Ну, наверное, это такое судно без парусов, без капитана и команды, которая занимается непонятно чем, но не парусами и не штурвалом. Но, к сожалению, у меня тоже, как и у вас, такой критический взгляд. Но не критический, не потому, что я хочу постебаться. Я действительно искренне желал бы реальной реформе Координационного совета. Потому как, если на третий год своего существования уже второй состав начинает с дискуссии, а какая наша миссия и кто мы такие, то это как раз и ответ на вопрос, что это за структура. И сейчас это такой вызов серьезный. И если это выйдет на такую программу реформ, в результате которой появится протопарламент, я буду удовлетворен. Потому что на самом деле главная функция не только представлять какую-то часть граждан Беларуси, неважно какой, но кого-то представлять реально. А это значит должны быть выборы, чтобы кто-то их выбирал. Вторая функция важнейшая, это контрольная. И действительно неплохо, если бы над кабинетом или рядом с кабинетом будет тот, кто контролирует. Это не помешает. Вот чтобы карась не дремал, должна быть и щука. Это нормальная процедура, и это может сработать. Но вот чем они должны заниматься? Они должны заниматься согласованием вот этих наработок, которые появляются в результате деятельности экспертного сообщества, неких политических групп. Но я понимаю, что такое писать проект закона. Это очень нудная, простите, очень тяжелая работа. Вот я сейчас здесь, а у нас в течение недели несколько дней, несколько вечеров люди тратят на то, чтобы два часа как раз обсуждать. Иногда это обсуждают одну строчку. Или вот законы мы уже подготовили о политических партиях, о конституционном суде, сейчас о местном самоуправлении, о парламенте, о реформе судебной системы. И там из-за одну строчку они могут биться. Они там перелопачивают огромное количество разных материалов и так далее, и так далее. Но там нет камер. Там никто вас не фотографирует. Там никто у вас интервью не берет. Это просто надо взять свой час, два часа тупо и подготовиться к этой дискуссии, чтобы ты там не сидел с раскрытым ртом. Вот это черновая работа. Ей не очень хочется заниматься. Она не очень приятная. Она не будражит что-то. А вот на самом деле вот этим должен заниматься в том числе и Координационный совет. Согласовывать. Я не говорю им писать там с нуля, но хотя бы согласовывать. Возьмите проект Конституции, возьмите те проекты, которые наработаны и обсуждайте это, потому что там должны быть представлены разные политические группы. Поэтому вот сейчас задача сформировать так, чтобы это действительно была представительская структура с контрольными функциями, но которая бы занималась подготовкой реформ для новой Беларуси. Если это будет, окей. Но сейчас, что мне не нравится, я об этом открыто говорю, там звучат какие-то... А давайте мы сделаем квоты для неких неправительственных организаций. Давайте мы сделаем квоты для каких-то уважаемых там людей. Ну, мне кажется, это тупиковый путь. Я пережил эти квоты в Верховном Совете 12-го созыва. У нас там была группа генералов НКВД, как я говорю, парламентская, депутатская группа. Там 50 человек, было квота для ветеранской организации и общества инвалидов. Ну, еще там с общества, которые представляли людей с некими ограниченными возможностями, там были депутаты достаточно профессиональные, в плане даже человеческом, то эти генералы, они там все были реально генералы. Это были махровые люди, которые там вышли, как я говорю, из этого НКВД, и вот им дали квоту. За что? Почему? Почему вот эта группа должна иметь какие-то преференции? Поэтому я думаю, что очень важно, чтобы были организованы выборы по политическим спискам. Это означает, ну, условно говоря, есть НАО «Латушка». Окей, сделать некий порог, там, 100 человек, или сколько должно быть в этой группе, и хорошо, пусть будет список «Латушки». Есть Зенон Поздняк, Усов там. Ну, окей, хорошо, идите со своим списком, со своими предложениями, своим видением. Есть там Цепкало, Балкунец, Карач. Создавайте свой список и политические партии, но их пусть будет там 8, 9, 10 списков, но я это понимаю, но когда предлагают еще тут сюда добавить мажоритарщиков, то есть, что и человек может туда зайти. Вот представьте, я даже виртуально или где-то физически, мне дают бюллетень, а там 10 политических структур, и я далеко не совсем не могу разобраться еще там, надо время какое-то. А тут еще 50 или 100 человек неких фамилий. Ну, это абсолютно нереалистичные такие выборы. Поэтому заканчивая, немножко так вот в разброс, самое главное, то, что сегодня есть в КС, это проблема, это лодка без парусов и без капитана и с командой, которая, не скажу, что там в каком-то, ну, в разобранном состоянии, нужно создавать прото-парламент по выборам, через политические списки, через конкуренцию, и чтобы он был на 100% структуризирован, чтобы там вот пришли 8 фракций, 4 из них сформировали большинство, и мы точно знаем, что вот эти люди персонально отвечают за там, сколько у них будет полномочий, год, полтора, два, но это их ответственность. Через два года отчитались, я считаю, что это окей, я еще раз готов за них проголосовать. Не отчитались, ребята, спасибо, уступите место другим. Когда я там сам представляю себя, я всегда скажу, что я-то прав, а Соленков, вот этот такой, простите, такой мерзавец, то он сидел там все саботировал. Перевести на кого-то стрелки, прошу прощения, угоди. Но это работает, это работало в Верховном Совете 12-го созыва, через который я прошел. Это был нормальный парламент, это в парламенте было, но тем более вот в нашей такой усеченной ситуации. Может быть, длинно, долго, но вот этот вопрос, который я тоже призвал бы вот ваших зрителей принять участие в обсуждении, потому что это действительно важно, какая структура может появиться, потому что она будет представлять или претендовать на то, чтобы представлять нас с вами. Раз уж заговорили про выборы, есть такой неудобный нарратив про легитимность. Лукашенко будет себя переизбирать в 25-м, а вот что делать с легитимностью Тихановской? На ваш взгляд, нужно ли эту легитимность подтверждать как-то? Например, онлайн-голосованием, либо оставляем как данность легитимность Тихановской до тех пор, пока не будут проведены честные, открытые, свободные, демократические, ох, фантастические выборы в будущей Беларуси? Ну, на самом деле сценариев будет быть несколько. Если у нас действительно будет создана инфраструктура, которая позволяет говорить, что степень легитимности хотя бы приближается к той, которую Тихановская получила в 20-м году, то это реалистичный сценарий. То есть, если у нас будет миллион белорусов, которые зарегистрируются на площадке Новая Беларусь, а лучше 2 миллиона там, да, и они будут верифицированы, и они скажут, мы хотели бы быть участниками избирательного процесса, окей, тогда, да, тогда надо идти организовывать. Но если у нас будет ситуация, что в этом процессе могут принять несколько тысяч участников, то, на мой взгляд, это тупиковый путь. Дело в том, что Тихановская точно получила легитимность. чем уникален 2020 год? До этого у нас было, по-моему, пять президентских кампаний, и, ну, с первой понятно, она была относительно честная в плане подсчета голосов, в плане там проведения конкурентной борьбы, а вот все последующие, они были, они имели следующее последствия. В международном плане Лукашенко не имел легитимности и всегда говорили, что легитимности нет, потому что не соблюдались вот такие-таки стандарты. А вот внутренняя легитимность у него оставалась, потому что люди думали, ну, наверное, там не 80%, но 55% точно там за него проголосовало. И на этом стоял режим. Вот в 2020 году уникальность кампании в том, что Лукашенко потерял и международную легитимность, и внутреннюю, потому как люди, общаясь друг с другом, понимали, что большинство проголосовало за Тихановскую. И это зафиксированный факт. Не столько на бумаге в юридическом плане, сколько в сознании людей и понимании. А это общественное мнение. Его вот по щелчку пальца ты не развернешь в ту или другую сторону. В этом как раз его уникальность. Поэтому вот в этой легитимность она получила. И эту легитимность можно изменить только через выборы. Поэтому вопрос, ваш вопрос, он напрашивается на мой вопрос. Если мы сможем обеспечить выборы, честные и свободные выборы, я не знаю, если не будет режима, мы это сделаем. Если будет режим, то тогда это как и с депутатами Верховного Совета 13-го созыва. Есть статья в Конституции 1994 года, где есть такое положение. Полномочия депутатов Верховного Совета завершаются после того, как избран новый состав парламента. А у нас после 1995 года не было ни одних выборов парламентских. Поэтому с правовой точки зрения, с юридической точки зрения, мои полномочия как депутата последнего легитимного парламента продолжаются до дня сегодняшнего. Я это докажу в любом судебном процессе. Вот любой процесс цивилизованный, организованный, опираясь на Конституцию, на то, что происходило вокруг, я докажу, что у меня мои полномочия сохранились. Возможно, это будут такие параллели и с нашей сегодняшней ситуацией. Анатолий, на ваш взгляд, почему Лукашенко постоянно и так нервно говорит о предстоящих, как это называют, режим выборах 2024 года, где переназначат депутатов? Как мне кажется, эти выборы не должны вообще стать какой-то проблемой для режима в условиях тотального контроля и зачистки гражданского общества. Что вызывает страх и панику у Лукашенко? Может быть, какое-нибудь влияние извне? Страх и фобия это уже составляющая белорусского режима. Мне кажется, что для него еще больше интерес представляет попытка вернуть или сымитировать возвращение потерянной внутренней легитимности. Вот это для него важно. Он это будет запихивать в голову сознание людей. Всеми доступными методами. Ему очень важно будет создать ощущение, что да, может быть, в 2020 году было что-то не так. Но вот сейчас точно за меня проголосовало большинство. Да, я зачистил всех оппонентов. Да, я ликвидировал все политические партии. Да, я выдвинул полмиллиона людей из страны. Но те, кто остались, они за меня, они мне верят и они меня поддержали. Вот для него задача номер один. А вот вторую задачу, ну это уже просто 2020 год это не проходит вот просто так. Это та зарубка, которая будет все время в сознании Лукашенко и он с этим будет жить до конца дней своих. Лукашенко не принимает решений. Об этом как-то уже говорят открытые европейские политики, особенно соседи Литва, Латвия, Эстония. Вот недавно эстонские политики сказали, что мы понимаем, что Беларусь под оккупацией, Лукашенко ни на что не влияет. Все под контролем Путина. Вот сейчас так оценивается самостоятельность самоназначенного. Анатолий, вы в политике давно наблюдали за восхождением дьявола. На ваш взгляд, Лукашенко потерял контроль над страной или старый лось еще способен брыкаться в ответ на указания Кремля? Я в последнее время прибегаю к такому определению. Известный российский политик Александр Лукашенко заявил то-то и тот. Известный российский политик Александр Лукашенко съездил туда-то и туда-то. То есть по сути Лукашенко сейчас правит со многими российскими нарративами. Это действительно так. И это надо признать как факт. Но он сохраняет за собой еще какую-то длину поводка для того, чтобы на эту территорию с наполняющимся российским нарративом не пускать других управляющих. Вот я буду здесь сам принимать все решения. Но эти решения не должны пугать Путина, не должны возбуждать Кремль. Ситуация вот так выглядит. Друзья, Анатолий Лебедько уже в этом видео попросил вас. И я напомню просьбу в комментариях делиться своими мыслями обо всем сказанном и услышанном. Чувствуете вы, видите ли вы, что Демсилы объединены какой-то общей идеей, общими действиями? Как должно выглядеть это объединение на ваш взгляд? Согласны ли вы с тем, что заниматься наработками на будущее законами, конституцией, институтами власти вот сейчас самое время? Либо все силы нужно все-таки бросить на борьбу в какой форме? Делитесь своими мнениями и соображениями, если для вас это безопасно. Спасибо за то, что смотрите нас, спасибо за вашу активность и до встречи.